Для спасения человека им требуется болгарка и несколько секунд. Сотрудники МЧС из Ростова достают условного пострадавшего из-за скорежной машины. Словно под увеличительным стеклом лупы за каждым движением следят члены аттестационной комиссии. Условия и площадка меняются, как уровни в компьютерной игре. Плита, которая зажала пострадавшего. Экзамен сдают не только спасатели из Ростова. Два отряда с Ярославля, еще один с Рыбинска. Караулу Артема Разумова достался четвертый этаж горящего дома. На спасение погорельца парни тратят около пяти минут. Они не такое видели и не с таким справлялись. Нынешний спасатель, что супергерой. Борьба с огнем давно стала только частью их работы. Уже не только тушим пожары, мы оказываем помощь. Везде ездим, производим аукционно-спасательные работы. ДТП, ликвидация всяких дорожных работ, последствий, выброс всяких амироков и так далее. Сзади дверью проходит аттестационная комиссия. В нее входят представители различных сфер, например, здравоохранения и лесного хозяйства. Сейчас как раз идут доклады. Раз в три года они слушают отчет руководителей отрядов МЧС. Вместе решают, что еще должен уметь спасатель. Сейчас упор на ликвидацию последствий стихии. За последние два года она ударила по России дважды. В частности, сводный отряд Ярославской области, как федеральные противопожарные службы, так и областной составляющие спасателей выезжали для ликвидации последствий наводнений на Дальний Восток. А перед этим годом ранее выезжали они в Крымск. Особое внимание и кадрам. К слову, недавно в одном из штатов Америки службы спасения отказались тушить дом только потому, что хозяин не заплатил пожарную пошлину. Остается надеяться, что до нас такого не дойдет. Что главное? Спастить человеческую жизнь в нашей работе. Александр Лисицын, Денис Ромашов. День в событиях.